Реанимация первой городской больницы. Последние лет 20 техника здесь работала на пределе. О новом оборудовании оставалось только мечтать, вспоминают медики. Флюорографы, маммографы, ультразвуковые аппараты, лабораторная диагностика. Аппараты мы специально неоднократно подчеркивали в репортаже. От 60 до 300 исследований в час позволяет делать такая мощность аппаратуры. Делать исследования с выделением мельчайших молекул. Не видно такого равного по объемам модернизации на техническое перевооружение. Это не потому, что это надо было делать других субъектов. У нас просто нет выбора, нет выхода. Потому что предшествующие 30 лет этого ничего не производилось. И сегодня это надо сделать в кратчайшие сроки, потому что в кратчайшие сроки современная безопасная медицинская помощь должна стать доступной. Сейчас операционные оснащены не только новыми столами, но и современными наркозными и дыхательными аппаратами. Здесь применяют новейшие хирургические технологии. Опухоли удаляют при помощи эндоскопических приборов. В арсенале у медиков и мониторные станции, которые выводят на экраны данные пациента. Давление и пульс, так что врач может наблюдать за состоянием больного дистанционно. Аппараты ультразвуковой диагностики позволяют непосредственно у постели больного проводить все исследования. Мальчуковость присутствует у любого врача. Поэтому, когда появляются новые интересные технологии и оборудование, которые возможно использовать, и не просто использовать, а широко, совершенно спокойно, то есть оно всегда интересно. Тем более спектр возможностей, которые позволяет реализовать. Здесь две стороны медали. С одной стороны, интерес совершенствован технический. С другой стороны, тот спектр помощи, который мы уже сейчас можем и оказываем жителям города, он несоизмерим. Если говорить о высокотехнологичных операциях, раньше, даже в 2014 году, эти пациенты все уходили на больницы центральной части России, то есть на федеральные центры. Сейчас, только в первую городскую больницу, за короткие буквально два месяца, мы уже выполнили порядка 41 высокотехнологического медицинского вмешательства. Визит губернатора в первую городскую больницу был незапланированным. Сергей Миняйлов встретился с врачами, осмотрел оборудование, но главная цель посещения медицинского учреждения – общение с пациентами. Врачи относятся хорошо, несколько раз приходят, спрашивают, как же долго, когда все хорошо, спасибо. Хирургия, травматология, нейрохирургия, гинекология. В эти отделения первой городской больницы поступило более 1300 единиц нового оборудования и хирургических инструментов. Начинают уменьшаться очереди и сроки выполнения лечебно-диагностических исследований. Мы с января по июль по некоторым диагностическим процедурам сократили в 5-7 раз сроки ожидания пациентов. Это от полутора месяцев до трех дней. Я хотел просто подчеркнуть такие вещи. Второе – медстационар, где оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. Это, во-первых, расширение спектра хирургических вмешательств. Второе – это повышение комфортности для самих пациентов. У нас вот четыре учреждения благодаря новому оборудованию получили лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Юрий Восконян отметил, по четырем профильным программам за полтора года в Севастополе планируется полное переоснащение всего технического оборудования городских больниц. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Продолжение следует...